Добрый вечер, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Отгремела первая неделя Великого Поста, которая именуется в богослужебном круге торжеством православия. И вот вчера мы с вами были в контексте второй недели Великого Поста, второго воскресенья. Напомню, что неделя — это воскресенье по-славянски. Воскресенье, посвященное Григорию Паломе. Вот удивительно. Начали с прощенного воскресенья, потом торжество православия после Первой Седмицы. И второе же воскресенье посвящается конкретному святому, святителю Григорию Паломе. Вся последующая неделя, понедельник сегодняшний, именуется понедельником недели о Григории Паломе. Обычно, традиционно, о нем говорят как о даже не родоначальнике, а о том, кто сформулировал, окончательно как бы взял и подвел черту такому учению, как исихазм. Учение о священном безмолвии или учение о фаворском свете. Но вот признаюсь честным, несмотря на то, что я уже в церкви очень-очень давно и в 2005 году рукоположен, то есть и священнический сан уже, мягко говоря, для меня не первый год является подчеркивающим мой статус. Но я год от года что-то новое открываю. Вот относительно недавно мне попалась проповедь на неделю о святителе Григории Паломе, где говорится, что обычно, да, мы о Паломе говорим как о исихасте и о том богословии, который сформулировал идеи исихазма, которые были всегда свойственны христианству. Но на самом деле все проще. Мы вспоминаем святителя Григория по одной простой причине, потому что он шесть дней молчал в неделю и разговаривал только один раз в неделю со своими подчиненными, потому что он был епископ, он должен был вести административные какие-то дела и так далее. Вот у него был один день в неделю, когда он говорил. И вот это вот с одной стороны теория священного безмолвия, с другой стороны практика священного безмолвия ставится христианам на вид, а мы собрались в студии для того, чтобы поговорить о тишине. Или помолчать. Или помолчать. Было бы, наверное, максимально правильно, отец Николай, да, для наших телезрителей я представляю, что у нас сегодня в студии отец Николай Зинин вновь, правильнее было бы, да, 30 минут нашего замечательного эфира на радость администрации канала настолько убить эфирное время, что 30 минут мы помолчим. И вот, кстати, первый вопрос. Почему мы тишину воспринимаем как убийство времени? Почему молчание и тишины так боится современный человек? Вообще тишина тревогу вызывает. И может быть что-то, животные какие-то инстинкты замешаны. Но я, когда провожу уроки в школе, я люб... Особенно, когда такие помладше дети, ну и, кстати, в школе с любыми классами интересно играть в молчанку. Но она, кстати, как правило, невыносима для человека и становится либо дико смешно, ну, как правило, дико смешно. Через тревогу, через смех, да. И вот последний раз были уроки в пятых классах и 8 или 7 секунд они продержались. Больше не получилось. Хотя такие были воодушевлены, да мы сейчас там... Не получается. Вот, представляете, 20-25 человек, детей, пятиклассников не могут просидеть в тишине, чтобы не издавать никаких звуков. Больше пяти-семи секунд. Были классы у меня, которые там 30-40 секунд. Ну, то есть это все в районе минуты, не больше. То есть, на самом деле, люди, которые не сталкиваются этим, для них, может, это будет как-то так удивительно, откровением. Но я всегда, проводя эту игру, потом объясняю, говорю, смотрите, как наша душа тревожно реагирует на паузу, на тишину. И это очень удивительно, на самом деле. А почему вот мы... Церковь нам, собственно, велит на второй неделе поста подумать о безмолвии? Что феноменально таится в тишине и в молчании? Вот для чего, например, отец Николай устраивает такой перформанс в школе для учеников? Чтобы было просто понятно, что нам трудно молчать, но это, мне кажется, слишком поверхностное первое какое-то приближение. А в целом, для чего поет Макаревич, давайте делать паузы в словах. Мы слишком любим собственные речи. Ну, для меня это какое-то приближение к себе. И в этом плане приближение к Богу тоже. То есть подлинно человеческое в контексте идеи Бога воплощения, подлинно человеческое, оно и подлинно божественное тоже. Поэтому вот приближение такое к себе, какая-то пауза, в принципе, это же во многих мировых религиях. Это и в буддизме практикуется, особенно там в буддизме, наверное. Исихазм в этом плане, или по традиции Иисусовой молитвы, он как бы про внутренний диалог, наверное, больше. И вот удивительно, кстати, что в буддизме это воспринимается как практика для всех, а исихазм в православии, в христианстве, хотя мы говорим, что это практика, в общем-то, сколько существует христианства, она столько и существует, практика исихазма. Только она, ну, сформулирована к 15 веку так четко, ясно, в трактатах там и так далее. Но для христиан это некая элита, элитарный спецназ духовный, который способен молчать. Мы договорились с вами, что я сегодня буду накидывать определенных цитат для наших телезрителей. Я проясню, что есть очень хорошая книга, которая может вас увлечь на время Великого Поста. Ее тоже неплохо было почитать. Макс Пекар. Книга называется «Мир тишины». Она лежит, в принципе, в открытом доступе в интернете. Ее можно в электронном варианте скачать и почитать. И вот цитата оттуда. «В современном мире язык далек от обоих миров тишины. Он возбуждается шумом и в шуме же растворяется. Сегодня тишина перестала быть собственным автономным миром. Она всего лишь место, куда еще не проник шум. Это всего лишь пауза в продолжительном шуме. Подобно технической поломке в машине шума. Вот что такое тишина сегодня. Сбой шума на какой-то миг. Больше нет у нас ясной тишины и ясного языка. Но есть просто слова, уже сказанные или еще не сказанные. Но и они присутствуют лежа под рукой, подобно неиспользуемым инструментам. Они лежат и ждут угрожающе или скучающе. Другая тишина, тишина смерти, тоже отсутствует. В сегодняшнем языке так же, как отсутствует и смерть в современном мире. Смерть больше не собственный автономный мир, но лишь нечто негативное. Жизнь высушенная до последней капли. Вот что такое смерть сегодня. Смерть сама оказалась умершлена. Сегодня смерть далеко отодвинута от той смерти, о которой говорится в следующей фразе. «Человек умирает только раз в жизни и потому, не имея опыта, умирает неудачно. Человек не умеет умирать, и смерть его происходит ощупью, в потемках. Но смерть, как и всякая деятельность, требует навыка. Чтобы умереть вполне благополучно, надо знать, как умирать. Надо приобрести навык умирания. Надо выучиться смерти. А для этого необходимо умирать еще при жизни, под руководством людей опытных, уже умиравших. Этот-то и есть опыт смерти, и этот опыт смерти дается подвижничеством». Отец Павел Флоренский. То есть получается интересно, что автор Макс Пекар говорит о том, что в молчании, в тишине, в которую мы погружаемся, есть некий опыт благополучного или созидательного, или конструктивного умирания. Как вам эта мысль? Мне кажется, что-то перекликается и с животным миром, потому что в момент опасности создается такая искусственная тишина, и животные на это тоже как-то реагируют тревогой. То есть в джунгли где-то по умолчанию все равно что-то шуршит. Вот именно, или как в семейной жизни, если ребенок вдруг затих, надо проверить, чем он занимается, потому что, скорее всего, это что-то или опасное для его жизни, или еще что-то нехорошее. Вот, поэтому мы так реагируем на тишину. Ну, может быть, да, может, потому что это связано со смертью в том числе. Человек, умирая, замолкает, и вот эта вот тишина, она через смерть воспринимается тревожно очень, как невозможность коммуникации. И здесь мне в последнее время вот очень тоже беспокоит эта тема обмолчания Бога. И часто так проповеди к этому сходятся, что даже вот сегодня по дороге на передачу слушал лекцию одного канадского психотерапевта. Да, у него есть библейский цикл, к сожалению, вылетел из головы почему-то. Джордан Питерсон. Да, да. И он как раз говорит, что, читав какую-то книгу, где анализировал исследователь Библию, что на первых страницах книги «Бытие» Бог полностью контролирует этот мир. Потом там человека минимальное какое-то. Потом Ной уже строит ковчег, но тоже о нем почти ничего не рассказано. И постепенно-постепенно на страницах Библии к Новому Завету роль человека возрастает. А роль Бога наоборот. То есть если с Адамом и Евой Бог там беседуют непосредственно, с Моисеем даже еще, Аврааму часто является непосредственно Бог, как-то с ним беседует, с Моисеем, уже только Моисею. И вот так, 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 то есть роль Бога убывает в истории, роль человека возрастает. И, может быть, вот в Новом Завете в лице Иисуса Христа они как-то обе восходят в одно, да, что и Бог, и человек. Ну, то есть очень интересно, что в Евангелии от Иоанна, который мы будем читать на Пасху, к которой же, опять же, идем, удивительный, как сказать, космогония, христианская космогония, библейская космогония, она, в отличие от языческой, исключает, там, битву богов, там, кто-то порвал друг друга, там, в борьбе за Олимп, там, еще что-то. Нет, но говорится, что в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и слово стало плотью. И в этом смысле, если мы просто прочитываем это, или уходим от такого для нас, для русских, не очень уютного слова слова, вот, нам проще на греческий сказать логос, и тогда мы, конечно, начинаем тут об осмысленности, про смыслы, про сердцевины говорить и так далее. Но если все-таки иметь смелость вернуться к слову, что слово рождается из тишины. Вот буквально мы сейчас с вами замолчим, например, секунд на 20, и первое сказанное слово на 21 секунде обретает глубочайший вес, потому что оно рождается из какого-то небытия в бытие, и гармонизирует, и структурирует, ну, по крайней мере, пространство этой студии, пространство этого диалога и так далее. В этом смысле, мне кажется, что вот церковь нам ставит вот эту вторую неделю поста про священное безмолвие, про тишину, чтобы мы в этой самой тишине обрели себя. То есть как существа словесные, то, что нас, собственно, отличает от животного мира, то есть нас отличает речь, и речь оборотная сторона тишины. Она нас, ну, то есть она, как вот в этой книжке, опять же, сказано у Макса Пекара, что речь — это то, через что себя являет этому миру истина. То есть мы только речью и словами можем определить — истинное, ложное, правильное, неправильное, доброе, злое. Но, войдя в пространство тишины, мы входим в пространство, где это всё пока ещё едино и не изъяснено, и эта тишина должна быть внутри тебя. Ну да, это вот извечные философские поиски и XX века, и, может, и XXI, да, пространство языка. Насколько оно нас формирует, но насколько оно нас и ограничивает. То есть многие смыслы теряются при попадании в языковое пространство. И вот здесь мне, я с чего начал-то, интересно именно молчание Бога. То есть начиная с такого непосредственного явления до Бога воплощения, а потом вот сама ситуация Вознесения, да, она же тоже очень тревожна. Ну, это как бы Бог убирает своё явное присутствие себя из этого мира и говорит, я пошлю вам Духу, то есть неявное. Дух – это ветер, ну как ветер, он дует где хочет, ты не знаешь, откуда он пришёл и куда. То есть Бог убирает вот эту репрессивную ситуацию, когда, вот, хотя мы её опять возвращаем, с нами Бог там, даже когда Бог пытается убрать эту ситуацию, нам всё равно нужны тотемы какие-то, что вот точно с нами, и точно мы знаем там, что в этом человеке нет Духа Божия, а в этом есть. Хотя сама ситуация, вот, посылание Духа Святого, она должна была это исключить. Но, тем не менее, и я вот это наблюдаю, и на страницах Библии тоже, вот, взять даже тоже книгу Ио, я знаю, что вы на приходе её изучали, но концовка совершенно, вот, меня не удовлетворила и не удовлетворяет до сих пор. То есть я когда ещё по Неофисту, я с таким трепетом читал, потому что вопросы, которые задают Иофф, они вечные. Но, как я сейчас эту книгу понимаю, вот, эти вопросы заданы, и правильнее было бы вот на этом вопросе остановить. Ну, они заданы, а Бог молчит. Он не даёт нам ответов. Но это настолько вот, так же трудно, может, как пятиклассникам 10 секунд в тишине посидеть. Настолько же человеку трудно, что он что-то спросил Бога, а Бог не ответил. Ну, потому что, может быть, из-за того же, как раз, языкового пространства, что любое слово, которое Бог, он вынужден в слове нам являться, потому что человек – это пространство языка. Ну, я бы тут вот как раз немножечко бы перебил и дополнил. Здесь же очень интересная вещь, что как только заговорил Бог, замолчал Иофф. Да, но... То есть он вошёл в это пространство тишины, безмолвия. Но то, как отвечает Бог, да, и там, например, современный человек скажет, ну, да, у тебя там 10 детей твоих убило, ну, вот тебе ещё 10. То есть, а это вообще равноценно? То есть для древнего человека это было нормально, что у Иоффа было 10 детей, ему дали ещё 10 детей, что там у тебя ещё, ослы были, на тебе ещё ослов, и типа вот Бог компенсировал тебя. Но для нас-то это уже не так. То есть мы в другом пространстве смысловом. И кажется тебе, вот сейчас у меня скажи, там, у тебя 4 детей заберут, а потом ещё дадут. Ну, это для меня неравноценный обмен. Я уже на такой, ну... Ну, потому что такого Серёжи, такого Миши, такого Федя уже больше не будет. Ну да, и это не ответ тогда для меня. То есть вот, может быть, по тем временам это было ответом Бога, да, и люди говорят, о, как здорово. А где ты был там, когда я творил? Но это тоже не ответ. Ну, немножко в сторону, да. И вот это для меня как иллюстрация того, что мы задаём вопросы, на которых Бог нам не отвечает. И естественная реакция человека, так же, как естественная реакция пятиклассника на тишину, будет что-то сказать. И вот я в проповедях и с прихожанами, в работе на приходе, обращаю внимание людей, что вот это пространство тишины, которое должно быть в нашей жизни, мы, это пространство тишины, если осознаем необходимость для себя, мы осознаем необходимость для Бога тоже. И это, мне кажется, в жизни верующего человека важно, что не мучить Бога вопросами, а почему так, а дать ему это пространство тишины, понять, что наш язык, если Бог молчит, и при этом Бог любовь, значит, наш язык не может вместить этот ответ. Можно цитату, немножечко подтверждающую и конкретизирующую? Тот же Макс Пеккар, «Мир тишины». «Тишина придает пребывающим в ней вещам...» А, прошу прощения. «Тишина придает пребывающим в ней вещам нечто от мощи собственного автономного бытия. Автономное бытие в вещах усилено в тишине. Развертывающаяся и эксплуатируемая в вещах исчезает, когда они пребывают в тишине. Силой автономного бытия тишина указывает на состояние, в котором действительно только собственно бытие. Это состояние божественного. Печать божественного на вещах сохраняется посредством их связи с миром тишины». То есть, когда мы не эксплуатируем вещь, а оставляем ее... Ну, то есть, мы могли бы сказать, что Бог в себе как раз сочетает эти две вещи, два мира, мир тишины и мир словесный, да, мир речи. Потому что он и та тишина изначальная, из которой рождается этот мир, и рождается этот мир словом. Все начало через него быть, что начало быть. И получается, это как, наверное, можно было бы сравнить с дыханием. Вдох-выдох. То есть, вхождение в тишину, все состояния безмолвия, это состояние такого вдоха. А на выдохе выходят слова. И чем содержательнее вдох, тем будет содержательнее слово. Я все время, там, каждый год в неделю о Григории Паломе, в неделю о священной безмолвии, там, все так далее, здесь смысл, понятно, обыгрывается. Я говорю, указываю людям на то, смотрите, сколько слов мы говорим о тишине и о безмолвии. Как много мы болтаем о безмолвии. И когда мы болтаем о безмолвии, превращая это все в болтовню, все наши слова, как будто бы не имеют вред. Я люблю Великим постом читать проповедь самого святителя Григория. По-моему, о расслабленном. И он в конце там тоже ругает тех, кто пришел в храм и болтает. Во время его проповеди. А, во время проповеди, это немножко другой контекст. Но вот если мы все-таки вернемся еще раз к тишине, и к тишине, которая структурирует и к молчанию, всегда ли тишина – это просто отсутствие речи? Как отец Николай, если он практикует безмолвие и тишину, но он ее практикует. Он на ее важность обращает внимание посредством перформансов в школе или в храме. Как обретается внутренняя тишина? Как эту тишину однажды обретя, почувствовав ее вкус, периодически в нее возвращаться, а может из нее и выходить не стоит? Ну, это сложный для меня вопрос. Я не скрою, знаю этот вкус тишины, но бывает трудно. Ну, это, скажем, это не из вопроса наслаждения, и поэтому это состояние, оно все равно отчасти тревожное. Я не специалист, наверное, в этой сфере. И осознавая важность тишины где-то, вот именно погружение в тишину не всегда удается. И, может быть, поэтому эти практики в основном где-то в монастырях, то есть в повседневной жизни, если только это, ну, как мимолетная молитва, скажем, какое-то состояние внутренней обращенности, да, но это редкие такие эпизоды. А вот чтобы именно в это погрузиться в состояние, хочется куда-то уехать. Вот, хочется одиночества на какое-то время. Потому что в семейной ситуации, семейной жизни, там, приходской... А тишина — это всегда необходимый атрибут одиночества? В тишине нельзя пребывать окруженным людьми? Ну, может быть, и можно, но это еще сложнее для меня. Вот, а если есть какое-то пространство там природное, где там как-то легче с тишиной. — Просто я помню, вы как-то предлагали нам совместный проект организовать такой, ну, какой-то, не знаю, не альтернатива, может быть, альтернатива молодежных слетов. Когда бы мы выезжали и пытались бы реализовать практику митрополита Антония Сурожского, у него же тоже великопостные говения, они строились по принципу, он сначала там час-полтора, например, читал какую-то лекцию, ну, или просто обращался к людям с беседой, а потом была обязательная практика именно нахождения внутри группы, нахождения внутри храмового пространства полчаса-сорок минут молчать. И вы же мне предлагали. Вот что хочет отец Николай, когда он хочет помолчать в присутствии другого человека? — Ну, может быть, вот мы же говорили, что это для меня какое-то приближение к себе, к Богу в том числе. Может быть, вот в свете практики Антония Сурожского, мы же на литургии тоже к Богу приближаемся, вот, может быть, вот этот литургийный момент общего делания он пытался реализовать в практике исповеди. И я думаю, в этом есть толк. То есть как-то мы друг другу можем помогать в этом молчании. То есть если мы объединены Христом в общей идее покаяния, с какой-то целью мы объединились, чтобы помолчать, тогда, наверное, это может углубить тишину каждого из нас. Такое, как бы, вот синергийное, опять-таки, резонансное какое-то явление, чтобы мое молчание стало более концентрированным в общении, в кругу близких. — Ну вот Макс Пекару, мне кажется, немножечко так это подтверждает, чего мы ищем в тишине, собственно, да? Когда нашему восприятию открываются первичные феномены, мы испытываем нечто вроде робости или даже страха. Это говорит Гетте. А Пекар отталкивается от этой фразы. «Следовательно, в тишине человек вновь предстает перед истинным началом всех вещей. Все может начаться снова, может быть воссоздано заново. В любой миг посредством тишины человек может оказаться у истоков всего. Тишина изначально и самоочевидна, как всякий другой фундаментальный феномен, как любовь и привязанность, как жизнь и смерть. Но она существовала до них и присуща каждому из них. Соответственно, встретиться с этим совсем можно только через тишину. Тишина — перворожденный фундаментальный феномен». То есть мы говорили про прощение, про принятие другого как другого, про этот самый диалог, который мы выстраиваем с другим. И тишина — это может быть определенный путь, как вот, мне кажется, я слышу в этой цитате. У меня такой образ возник, как белый луч, который имеет спектр в себе всех цветов. Также и тишина. Вот как мне встретиться с настоящим каким-то отцом Николаем? Он для меня абсолютная тайна. Он настолько другой. Ну, тут мы можем взять теорию другого Левинаса, теорию другого Мартина Бубера. Он настолько другой. Кстати, у Левинаса есть очень красивый образ в этом смысле. Ну, просто, мне кажется, для общей эрудиции наших телезрителей. Он говорит, когда для меня другой абсолютно сокрыт, единственное, что я могу, единственный путь прикосновения к этому другому — это ласка. Ласка, когда я могу только по внешней границе прикосновениям коснуться другого, как другого. Больше ничего я не могу. Проникнуть вглубь, зайти в его мысли, там, сердце, что он там думает, чем живет, я не могу. Поэтому у меня есть только один путь ласкового, нежного прикосновения. И вот в этот момент, мне кажется, то, чего искал митрополит Антоний, или что он хотел показать, и что мы с вами хотим в совместном проекте периодически пережить, это ласковое, нежное присутствие при другом в абсолютном молчании. Потому что наши слова, конечно, они тоже бывают репрессивны, агрессивны, когда я вывожу вас на диалог. Они не точны. И не точны. И часто то, что мы называем некой истиной тишины, она потому мы не можем какие-то вещи объяснить. Вот сегодняшний разговор, он как бы вроде бы обо всем и ни о чем, и вроде бы о тишине, но как-то все не так... Как о тишине можно говорить. Да, да. Потому что есть опыт неизъяснимости. И, может быть, сегодняшний наш с вами разговор, он тем ценен. Не тем, что мы объяснили, почему надо молчать, или почему надо пребывать в тишине, полюбить уединенность келья своей, там и так далее. А сам диалог вдруг показал, что речь, человеческие слова, они несовершенны, потому что они не все могут изъяснить. Потому, может быть, люди испытывают какую-то легкую неловкость при молитве, да, при разговоре с Богом, при разговоре с людьми. Потому что то, что у меня по-настоящему на душе, не описывается просто фразой «Господи, помилуй» или «Господи, прости». Или там «Спасибо за беседу». Вот. Потому что, что там внутри этого «Спасибо», вы не понимаете. Когда вы благодарите, я не понимаю. Вот, мне кажется, сама сегодняшняя беседа наша, прошу прощения, я так много у вас позабирал времени. Можно еще, как сказать, есть такая гипотеза, что Бог – это тот, кто обеспечивает пространство коммуникации между людьми. И тогда, чтобы обеспечить это пространство, он должен быть тишиной. И как приближаешься к тишине, приближаемся к Богу и друг другу тоже. Одесса Николаевна, ну вот надо ставить на это многоточие. Я еще раз прошу прощения. Сегодня я, видимо, переборщил с цитатами, с какими-то своими мыслями и в меньшей степени, может быть, дал говорить вам. Но зато вы оказались в практике. Сегодняшнего разговора оказались в тишине. Я – традиционный болтун, а вы показали, как правильно содержать, пребывать в тишине и в безмолвии. Спасибо огромное за сегодняшнюю встречу и разговор. Вас, дорогие друзья, мы ждем в следующий понедельник в нашем эфире нашей передаче «Просто о вере». Поговорим также о чем-нибудь важном, актуальном, интересном. Ну а пока упражняйтесь в тишине и безмолвии. Пусть ваши слова обретают вес в тишине. Есть, кстати, еще одна красивая цитата, ей мы сегодня закончим, из Макса Пекара, что тишина выполняет роль сетки, находящейся под канатом канатоходца, которая идет как словесное существо. Да, мы в своей речи что-то говорим, мы призваны быть осторожными в словах, взвешивать свои слова. Но для того, чтобы обретать спокойствие и внутреннюю гармонию, мы должны помнить, что под сеткой этого каната находится, вернее, под канатом находится сетка этой самой тишины. Храни вас Господь, пользуйтесь тишиной и безмолвием. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова